Всемирная торговая организация приветствует заявление США о временном отказе от патентных прав на вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Евроньюз заявила глава ВТОН Гози Аконджи Виала. По ее словам, реагировать необходимо срочно и отказ от защиты ноу-хау поможет расширить объемы производства. Особенно это поможет бедным странам. В то же время консенсуса в мире по этому вопросу пока нет. Моя задача в том, чтобы собрать всех членов ВТО вместе, амсесть и выработать документ, который стал бы практичным решением, дал бы развивающимся странам доступ к вакцинам, решил бы проблемы вакцинного неравенства, но в то же время не замедлял бы научных исследований и инноваций. Недавние заявления со стороны США, я считаю, придадут импульс таким переговорам. Весьма скептически к отмене патентов отнеслись в Германии. По словам канцлера Ангела Меркель, защита интеллектуальной собственности является источником инноваций и отмена патентов поставит под угрозу развития фармацевтики. С другой стороны, идея получила поддержку в российском руководстве. Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимание, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам всемирной торговой организации, которые предусматривают снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. Но пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. Поэтому, Татьяна Алексеевна, я бы попросил вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход. Российский президент при этом подчеркнул, что Россия пока является единственной страной, которая передала другим свои вакцинные технологии. Производство российских препаратов уже налаживается в нескольких государствах.